окей ну хорошо иван я надеюсь с нами он тоже нас слышит пожалуйста как бы останавливать и перебивайте и так же окей ну начнем как бы видно нормально да англиш нормально да окей ну хорошо на статья называется так если вы помните то вот этот вот как бы этот раздел назывался я царара то есть но это как бы уже как бы все знают что это такое большое понятие по-русски переводится по-простому злое начало хотя это могут быть неправильные страсти и вообще страсти по-русски на по-русски по-моему страсти вообще как бы лена привет страсти идут как бы специальным значениям окей но внутри этого этой статьи есть пара называется вату рамазы и так начали и не фанатултана эти йодж филот если мы как бы рассмотрим и исследуем на те йодж филот это низменные стремления до на те я это стремление я еще буду делать такой с некоторым упором на иврит на те я это стремление шфилот мы говорили шафель это низменные стремления ну хай лаеваках мы сможем убедиться лаеваках это убедиться что вырубам ешь маханами шутов что у них есть общий знаменатель мы ханы это как бы общий знаменатель это знаменательный шутов это общий да что-то фута таком компаньон сты и так дальше на нас это домена дамы лото авата авата хила давайте представим себе человека которого нет страсти к еде лото ват мамон страсти к обогащению блоки на было каз без ревности без каз гнева а дам за ло я мизин этот смог карауи этот человек он человек он бы вообще даже не кормил себя как бы как положено лоду эклопорно сато он вообще бы не занимался своим пропитанием но шеф и лид к дэмбэ хэвра бы не стремился продвигаться в обществе было бы галэбэ осмой шьют и худит и вообще бы не стремился к тому чтобы как бы развивать свою личность до и кухон хаяфа ю и мид долгим его жизненные силы они бы ну не размечались рассказать размечались до выдал дэль выдал дэль это разбавлять дилуль это просто ну как бы в химии в жидкостях разбавления поэтому мы дула это разбавленный какой там вино разбавленной бензин разбавленный не знаю вообще дай дай это слабый или им сказано дали дали еще что такое поднимающий того который дали вот дали это слабый окей вэны хлашим они бы как бы размечались бы да и стали бы более слабые это кто это его жизненные силы мекан у мекан и отсюда следует ше шоршан шли рофан и тьёта шли ёт удавка хи ёви и отсюда мы можем вывести что корень большинства отрицательных направлений он именно он как раз положительный в чем как можно это обобщить сказать что это любовь этого мира думаю что то что здесь говорится а вату лам азе подразумевается все то что нам перечислил стремление хорошо покушать стремление разбогатеть зависть кому-то гнев на кого-то и так дальше вот по-видимому это все называется лам азе продвигаемся дальше да и любовь к этому миру является важным фактором горем это фактор горем ли гром это причинять поэтому существительное горем это причинял к это тот кто причиняет то есть по-русски по-видимому это фактор да так вот любовь к миру это любовь к миру это фактор важный фактор в в человеческой личности в идентификации человека алиде а вату лама за адам макэш у расшим и ася привет 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 я просто немножко задумался по моему все-таки на ты а ты меня слышишь хорошо да у тебя ни в чем микрофон если ты захочешь читать потому что нас как бы некоторых евро если захочешь читать то вполне не захочешь окей тогда слушай тогда слушай то что я произношу сабава окей итак сабава окей итак а вот да мы разбираем сейчас за тебе говорю у нас есть статья которая называется я царо я царара я мощная штука внутри этого я царо есть параграф который мы сейчас начали называется а вату ламазэ да ну ты можешь быстро глазами пробежать вот то что мы уже успели прочитать да а мы сейчас находимся во втором абзаце продолжаем а вату ламазэ игорем хашу бэзэут айнуши повторяю итак любовь к этому миру является важным фактором бэзэут айнуши это в человеческой идентификации как человек как человек без любви к этому миру опять же мир было перечислено ну как бы все на земные тоже называется да страсть там было перечислено хорошо поесть обогащаться гневаться на кого-то ревновать кому-то и так дальше вот и это важный фактор для формирования личности человека по полному как бы нетривиальная вещь в густах раввина скажем так окей а лиды а вату ламазэ а лиды а вату ламазэ адам макэ шурошин бэмциют вэйну бурэх мимэну и посредством да через вот эту любовь к миру да человек макэ шурош это называется как бы утверждается то есть у него утверждается макэ шурош у него как бы вырастает корень из так можно сказать ну можно сказать утверждается в действительности и убегает от нее у человека это я говорю да добавляю с другой стороны может существовать а вот еще человек я не увидел да есть еще да у человека может быть другая найти я да духовная которая вот это слово а луна вот вообще а а луль это всегда со знаком минус то есть это способно но со знаком минуса я и подскажите мне если как бы вы знаете по моему по-русски нет такого что было слово способность чтобы оно было обязательно с минусом если человек способен сделать что-то хорошее и это способно причинить ему и зло и добро а луль это всегда с минусом так вот это такая вот найти яруханит она может причинить ему лизнох это оставить забросить это изук а знаха это запущение да и занятия вопросами этого мира лимус это означает что ему надоест а ему это все обрыдло вот такое слово обрыдло маус маус это когда человек говорит а не маус мимена мне обрыдло от него мне надоело окей так вот да вот вот человек интересно да наоборот как бы занятия духовными человеку рассказать мне очень миршин неинтересно поэтому раф поясняет что вот эта любовь к этому миру она служит в каком-то смысле мишколит мишколит это гиря это то что понимают мишколот это вот спортсмены которые там тяжелая атлетика вот они поднимают этими школа она вот служит таким таким весом до который муж их это которая тянет человека на карта земле и лакарка мы цию земле как бы к земле реальности в ее цель это слово мотивация и она создает у него мотивацию заниматься вопросами этого мира как даршуха хамим бы каэля трава и так комментировали мудрецы каэля трава практически ну я сказал практически я не знаю наверно каждой книге да танаха есть сборник мидрашей который называется раба из брюши дражбы раба и шмот рабы и свои кара раба то есть вы каэля раба раба по моему каэля трава который сказано раби меня мин бешем раби леви ама и так рады раб раби бениамин от имени раби леви сказал гам это аулам натан бели бам сказал гам это аулам натан бели бам что это означает то есть он цитирует честно говоря не знаю куда-то пасук не знаю откуда а мы это в каэле написано это в каэле написано можно проверить гам это аулам натан бели бам ну то есть как бы приблизительный перевод такой и этот мир тоже дал им в сердце аават улам натан бели бам что значит гам это аулам натан означает аават улам то есть дал мир в том смысле дал любовь к этому миру вот такое объяснение у бы мис пармой кумот анах на муцииму там мадгиш о там мадгишим и в ряде мест мы находим их я думаю мудрецов и видим как они подчеркивают они подчеркивают важность смотрите мне кажется здесь злое устремление имеется беду как бы может быть даже страстей можете сказать земных страстей в каком-то смысле даже низменных страстей да то есть низменных в смысле невысоких наверное не страсть к убийству а страсть то что было перечислено к еде к быть богатому и так дальше ле дугма брешит раба вот то что я говорю это мидраж на книгу брешит сказано раби нахман бар шмуэль бар нахман бешем раби шмуэль бар нахман нам он сказал вот один мудрец раби нахман сын шмуэля и там дальше перечисляется этот от этого от этого такого то сказал и нэттовле от и нэттовле от то есть когда вы помните в книге сотворение мира да про ряд сотворений сказано и не тофле от в том числе сказано про творение чека на это от зе и цартов е цартов когда сказано и нэттовле от это е цартов так как бы положительные стремление вы иметь Тов-Меот за Ецера. Представляете? А когда сказано Тов-Меот, то есть есть просто Тов, а есть Тов-Меот. Когда просто Тов, то Ецер-Тов. А когда Тов-Меот, то это Ецера. Ведь Ецера-Тов-Меот, спрашивают, а что же Ецера-Ра, то есть злое начало или устремление к каким-то земным, низменным страстям, он что это? Тов-Меот? Это очень хорошо. Вот это слово, я не знаю, что такое было, она подсказала Этмаэ. Я думаю, Этмаэ это типа удивляйся, мне так кажется. Ну, это неважно, типа междометия. Эла-Ше-Илулей-Ецера-Ра-Ло-Э-Бана-Дам-Байт. Объясняют? И-Лулей-Илулей. Это выражение в современной теории, которое встречается на несколько более высокий вид. Это одно слово, которое по-русски переводится так «Если бы не». Это И-Лулей. «Если бы не Ецера-Ра», «Если бы не злое начало», «Ло-Бана-Дам-Байт». Человек даже дома бы не построил. «Вело-Наса-Иша». И он бы вообще не женился. «Вело-Олит» и не производил бы детей. «Вело-Наса-Вело-Наса-Венатан». И вообще бы не занимался как бы переговором, в смысле торговым. Не занимался бы делами или, может быть, общением с людьми. Вот, да. Если у кого-то есть какие-то мысли, высказывания, поправки, все что угодно, пожалуйста, можно перебивать и говорить. Если вы молчите, то я считаю, что как бы мы продвигаемся вперед. Читаем дальше. «Адам-Эхасэр-Эт-Есэ-Ара». Человек, которого отсутствует Есэ-Ара. Это «Авата-Ламазэ». Отсутствие, в нем отсутствует любовь к этому миру. «Нинца-Высакана». Он вообще находится в опасности. «Высакук-Бофандахуфлэрофэу-психолог». И ему совершенно необходимо к врачу или к психологу. Но это Раф немножко с цинизмом, или с юмором говорит. Но, во всяком случае, «Арая-Кук», «Раф-Кук», «Мэвээр». Слово «Мэвээр» очень важно. «Мэвээр» – это объясняет. «Биур» – это объяснение. Думаю, что это связано со словом «ор». «Ор» – свет, значит, проливает свет, проясняет. По-русски от слова «ясно». Но, видите, это тоже, это очень близко от ивритского. Вот «Ла-Авир» – это тоже прояснять. Я думаю, что все связано со словом «ор». Дальше написано, в какой книге «Нрая». Он поясняет Раф-Кук «Ши-Ес-Рара», он необходим для «изун» это уравновешение. Очень важное слово. «Мо знаем это весы», как вы знаете. «Озан» – это ухо, вот что интересно. «Ознаем» – это два уха. «Мо знаем, мы знаем». Это весы, знак зодиака. «Мо знаем, это весы». Правильно? А вот «изун» – «изун» – это то, что по-русски называется баланс. Вот «изун» – это называется. Про человека говорят «улом и узан». То есть он не сбалансирован, в том смысле, что он слишком экспансивный, он у вас слишком молчаливый и так дальше. «Лом и узан». Так вот «Ес-Рара», объясняет Раф-Кук, он нужен для «изуна», для баланса духовного, даже, да, духовного, даже не духовного, а душевного человека. «Келомар ухэльхме бриутуанавши». То есть, поскольку он нужен для этого «изуна», то получается, что он, «Т'яцара», он является частью его духовного здоровья. «Лахэн» «Эцама аудаша аудаму эфлейхоль эйн ба кольра». Поэтому в самом факте того, что человек любит поесть, бывает такое дело, «эйн ба кольра». В самом этом факте ничего плохого нет. «Зунатия» «Навшит» это как бы его, ну, не знаю, значит, «Навшит» как бы душевное устремление пожирать. Ну, вот так грубо говоря получается. «Витовша адам хафэц лысапэкетна итийот афанавшиот». И как бы хорошо, если человек, «Хафэц» стремится. «Хафэц» тоже очень важная вещь. Вообще, знаете, «Хафэц» «Хафэц» на иврите это предмет. «Хафэц» это предмет. А с другой стороны тоже наверняка с ним связано. Глагол от этого «Хафэц» «Хафэц» это «жазжет, стремится». Есть много синонимов что такое. Есть «хэшек», «хэшек», да, есть просто слово «рацион», есть «хэшек», а еще есть «хэфэц». «Хэфэц» по-видимому это стремление к чему-то существенному, материальному и так дальше. Слово «хэфэц». «Шаадам» например, когда на улице находят подозрительный предмет в Израиле все про это знают даже в новой репетиции говорят «хэфэц хашут» подозрительный предмет слово «хэфэц». Вот Адам Хафэц то есть человек он как бы заинтересован стремится удовлетворить свои душевные потребности. Но тут интересно что как бы Раф Шерке основываясь на том что говорят мудрецы на том что говорит Раф Кук он даже такая как бы на те как обильно поесть вкусно и так дальше он тем не менее вносит в часть душевной структуры человека. Окей? То есть как я понимаю это не чистая физиология а речь идет про нефиш да нефиш это как бы душа но тем не менее любовь к этому миру опять видите слово алуль алула это в женском роде но опять же мы уже сказали алуль это только отрицательное она способна в отрицательном смысле слова привести человека к греху а фраза это преувеличение чего-то например когда человек да делает что-то такое что в глазах другого это слишком уж вот слишком уж слишком уж это лафриз а там африз человек говорит вот там сейчас наводнение завтра выпадет снег и вообще весь Израиль завалит снегом и мы будем кататься на лыжах либо нас всех будут спасать вот такой человек как говорят послушай а там африз вот африз это афраза это гиперболы это что-то такое он как бы он преувеличивает и это может ши-хо-рэгет мегу-лата-мусар который может привести его к хорэгет это выходить да делать исключение то есть можно выводить его и рамок ну мусар в данном случае это этики привычного поведения и именно это именно это является причиной того что она да она это видимо вот это вот натия это стремление а-а-ва-ту-лам вот это вот а-ва-ту-лам да она мэху-на мэху-на это пассив да она называется кинуй это кличка либо прозвищ правильно а мэху-не так она называется вот этот вав да он превращает это слово в пассив она вот это вот любовь к миру превращается в называется слеха а именно злое устремление адам бари нолат вагадаль имаават гдулалу ламазэ человек здоровый рождается и вырастает с большой любовью к этому миру вы им янавэт этхаяф альпиа если он будет янавэт это тоже слово вот это слово это важное слово невуд невуд это навигация да например то что просто называется штурман в самолете называется нават человек который делает невуд невудим это у солдат обычно когда они проходят курс подготовки у них дети у всех наших детей это было вот у них есть часть которая называется невудим когда дают карту и он один либо вдвоем даже один говорят добраться от одной точки в другую точку это называется невудим лэнавэт это маневрировать да и тогда вот возвращаясь да нормальный человек рождается с большой любовью и вырастает с большой любовью к этому миру и если он себя как бы ведет направляет свою жизнь в соответствии с этой любовью да сейчас секундочку ай-яй-яй-яй сейчас отвечу не понял он продолжает почему это называется тем не менее человек который рождается с большой слишком большой любовью и растет к этому миру в смысле к земному миру к земному наслаждению я бы сказал это может в конце концов вывести его из вот этого равновесия и его поступки в конце концов будут плохими тем не менее то как бы разграничение которое мы сделали в самом начале оно очень важно акухотшила ацмам иювим то есть силы сами по себе и сильно положительные а вот дела я от себя добавляю которые могут произойти в результате действия этих сил или неправильное задействование этих сил либо преувеличение а фраза как раз как раб говорил да и тогда это маосе могут быть плохое решунея ноцрем решунея ноцрем сату гамбы ноцезе и первые христиане сату сату листот это уклоняться они как бы уклонились или в смысле уклонились от правильного пути да гамбы ноцезе и в этом и в этой теме тоже и в этой теме тоже от дороги мудрецов они в смысле ранние христиане да или первые христиане они видели в факте что человек немшах его тянет к этому миру к миру земному они видели а сонки уме это сильное выражение означает угрозу самому существованию или катастрофу катастрофу существования паулюс 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 ну видимо это просто павел имеется ввиду он утверждал что злое побуждение либо стремление к этому миру да у шет это шет это что-то типа сатан шенемца бетоха адам который находится внутри человека коц бе баса то есть хотите как угодно коц это может быть колючка это может быть заноза да что-то типа заноза в теле человека и поэтому невозможно освобождение человека им самим ему стоит ждать действия небесного как бы с небес который его освободит по-видимому это следует из того что человек в самом находится заложено встроено вот это вот колючка поскольку она в нем самом то он не может ее сам из себя извлечь должен быть кто-то внешний небеса которые его освободят но такое мировоззрение оно обязательно связано с пессимизмом и в конце концов приводит к ненависти к этому миру она против этого наши мудрецы они как бы наставляли человека заключить союз между хорошим побуждением и дурным побуждением для того чтобы они сбалансировали один другого по поводу стиха посука про который сказано и будешь любить господа бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми своими возможностями так это комментировали мудрецы что означает всем твоим сердцем всем сердцем сердце одно как может быть всем сердцем это объясняет что это двумя сердцем биецар тофу биецар а ля адам лавот а шем человеку следует как бы служить всевышнему бешне яйцарим обоими яйцарами обоими побуждениями мишуше им у я вод а шем рак биецар и хат у и цами из потому что если он будет служить всевышнему или работать на всевышнего да рак биецар только одним яйцаром только одним побуждением, да, то он выйдет из изуна, он выйдет из баланса. В масахе цука, а в масахе цартакте цука, упоминаются четыре, как бы, вещи, так можно сказать, да, в отношении которых Всевышний Богословен, он рассказывается по поводу их создания. И один из них – это Ецарара. И один из них – это злое побуждение. Шуэль-Маараль. Маараль – это Маараль-Мипрак, который Голема сделал, да. Он спрашивает, зачем же вообще Всевышний изначально сотворил? Зачем расстраиваться? Не он вообще его, как бы, делать? И отвечает, вот дальше идет такая цитата. Ки элу дворим, эн, ки элу дворим, эн, э, бриутам, митцад ацмам, ки митцад ацмам, эн, ра, уй, ла, эм, абрия. Сейчас, секундочку. Ки ецара, митцад мау, тоф, шальедон, усэ, адам, исам, рэ. Аааа. Ну, я думаю, что это как бы перевод такой. Потому что вот эти вот вещи, а именно ецара, да, у них как бы нет положительности в них самих. Они сами по себе, они неположительны. Поэтому я думаю, что это ответ такой, что как бы претензия как бы к Всевышнему, зачем-то сотворилась в такую злую вещь. Я как бы отвечаю так. В этой вещи она сама по себе не злая. Почему? Потому что у них, как бы сами по себе, у них нет значения. Почему? Потому что, ну, как можно понять, что в каком-то смысле он хороший. Потому что благодаря ему человек женится и заводит детей, рождает детей. Ну, не знаю, это надо как бы почитать комментарии к Рамхалю, но как бы идея такая, что, в общем, как я понимаю, что Всевышний создал это как некоторый инструментарий, да, который человек может использовать и так, и так. Но поскольку человек это использует во зло, или может использовать во зло, тогда Всевышний расскажет, что он видит, каким печальным последствиям это может привести. Ну, вот это то, что, наверное, близко к тому, как я понял перевод. А именно, есть такие предметы, вещи или понятия, скажите, как угодно. У которых нету значения самих по себе, которые сами по себе не имеют значения. А они только предназначены для использования для чего-то. У него нет концептуального смысла, концептуальной задачи. А только почему? Потому что он является некоторым фактором, который способствует развитию человек жизни в этом мире. Без Есерара, вот это как важное утверждение, без этого злого побуждения, человек был бы всегда в ситуации прилепенности ко Всевышнему. Он бы не был способен, как бы, обосноваться, обустроиться в этом мире. Вот такие определения. Кто-то что-то хочет сказать? Гриш, скажи пару слов, пожалуйста. Ну, я могу сказать, что антитезой этому всему как раз является буддизм прежде всего. И буддизм очень сильно подтверждает, что Раф прав. Вот эти вот четыре благородные истины Будды. Там утверждается, что человек вообще страдает, что человеческая жизнь есть страдание. А страдание происходит от того, что мы всегда чего-нибудь хотим. Пока у нас этого нет, мы это хотим. Когда у нас это есть, мы боимся, что потеряем, ну и так далее. И в конце концов, приходим к выводу, что лучше ничего не хотеть. И таким образом из этого мира устраниться и больше сюда никогда не возвращаться. Да, мне кажется, ну вот проблематика, хотя я не то, что я не занимался буддизмом серьезно. Понятно, как в молодости и вообще в то время в Союзе это было какие-то оголоски, что-то такое было. Хлопнуть одной ладошью и так дальше. Такие фразы, которые завораживали все. По-видимому, на фоне как бы тоталитаризма и капитальной определенности. Всякие вот такие вещи, они очень буддораживали сознание и все. Ну и теперь, как бы, а после, когда на это смотришь, мне представляется, если так можно сказать, что действительно главная проблема заключается в том, что человек создан как бы в некоторой рамке. То есть он создан в некоторой жизненной рамке. Человек, как человеческий род, не может существовать, не занимаясь жизненными делами, которые были перечислены. Есть для того, чтобы просто функционировать. Жениться для того, чтобы производить детей. То есть если этого не будет, человек просто вымрет и умрет, как динозавр. И с этим никакой буддизм ничего сделать не может. Не может взять альтернативу. Например, мне кажется, буддизм был бы силен, если бы он сказал, не надо заниматься земными делами. Почему? Ну, очень просто. Вот мы сейчас тебе дадим некоторое средство, тебе не надо будет вообще есть. Но они же едят. Правильно? И он скажет, вот мы дадим какое-то средство, дети будут сами все появляться. Так подумал про ребенка. Вот он появился в углу, что-то такое появилось. Все, нет проблем. Но они же как бы не могут этого сделать. То есть мир сотворен по определенной схеме. Внутри этой схеме человек должен научиться выработать, найти правильный путь. Вот мне как бы не то, что понравилось, мне немножко заворожила, да, вот эта вот фраза. Не знаю, насколько, ну, наверное, так. Это правильно то, что Раф говорит про христианство, то, что говорил Павел. Наверное, поправить может специалистов как бы про христианство. Но и как бы такая интересная идея о том, что поскольку в человеке вот этот вот код с бебасар, то есть вот эта вот заноза, она сидит в человеке. То есть она в нем внутри. Он себя сам спасти не может, поэтому необходимость как бы в этом гуэле освободителей, то, что по-русски называется спасителей, да, который будет в ней, там, сын Бога, и так дальше раскрутится вся эта штука. Человек сам по себе не способен. И в этом отношении видно, что как бы, ну, представляется, иудаизм гораздо более как бы позитивный подход к тем силам, которые есть у человека, которые есть у человека, то у человека есть 100% возможность своими собственными силами найти этот изум. Вот мне кажется, в параграфе, который мы прочитали, центральное слово – это было изум. Это действительно баланс. И даже вот то, что последняя фраза была, что это преподносится как вообще отрицательная вещь, что человек был бы все время, он был бы, двикут бы ашем. Хотя, насколько я понимаю, да, я эти тонкости только, так сказать, наслышан, я совершенно не специалист, и все. Но вот есть такое понятие двикут. Вот двикут – это самое главное в хасидизме. Честно говоря, что хасидизм плохо, Хасл Халила, да. Двикут. Надо быть все время чувствовать себя прилипленным к Богу. Но вот, с другой стороны, вот эта все время парадоксальность. Человек, который хоть раз был в синагоге, да, практически во всех синагогах, перед местом, где молится Шадеек Цибур, то есть тот человек, который читает молитву от имени всех, да, Хасан его называют, либо Шадеек Цибур, либо Шац сокращенно, да, а потом как бы сначала все читают про себя, а потом он читает, повторяет. Окей. Вот перед ним, перед ним стандартно написано «Шевитивы ашем томит». То есть я всегда, всегда… Вот это очень ясное слово. Не написано что-то на тему «они нидбак ла ашем томит» или «двикут ла ашем томит». То есть не сказано, что я все время, все время прилиплен к Богу. Потому что если ты будешь все время прилиплен, то ты не сможешь заниматься, как бы жить как человек, человек, который стоит на земле. А вот написано «шевити», «шевити» – это означает, как бы я себя все время, это истерилим, да, я все время себя сравниваю с стоящим перед Богом. То есть, по-видимому, человек для того, чтобы сделать правильный выбор и сделать правильный этот изон, он должен действительно жить на земле и ходить ногами по земле, но при этом должен все время себя, как бы, контролировать, сравнивать. То есть он такой некоторый чек-лист, и он проверяет себя все время. Ага, это так, это так, это вот так. И тогда он находится в состоянии некоторых изона. У меня тут два небольших замечания. Одно, первое такое, что существует такое представление, я уж не знаю, в каких именно религиях, что, да, конечно, без еды мы не можем, но желательно бы есть так, чтобы не получать от этого особенного удовольствия. Вот только вот необходимое получил и достаточно. Достаточно. И во всем так. Там, допустим, сексуальная жизнь только для того, чтобы дети рождались. Да. Больше ни для чего. Вот. А вообще-то можно сказать так, что если бы не было этого стремления к удовольствию, то это вообще не человек. Ну да. Потом, смотри, мне кажется, что то, что ты сказал в таком подходе, я замечаю чисто про храматическую вещь. То есть приходит человек, который представитель высшего мира, да, священник там, не знаю, да. Вот. И он говорит, слушай, туда не ходи. Ну, если там женщина там, ну, по необходимости что-то такое это можно. Ну, поесть быстренько там, сухарик съел и все. Самое главное, меня не покидай. Проводи со мной все время. Все время будь со мной. Это как бы нормальная ситуация. Послушай, любой, когда у тебя есть как бы любой бизнес или маркетинг, тебе самое главное клиентов не потерять. Все время должен их держать, все время должен их окучивать. Есть тоже такая штука. Мне кажется, в этом отношении как бы некоторая сила иудаизма, что он дает человеку волю, свободу. Он отпускает, он не делает человека раба. Рабом религии он отпускает его на волю. Он говорит, живи настоящей жизнью. Живи, но ты не должен быть все время прилеплен ко мне. Живи настоящей. В каком-то смысле, как Всевышний, наверное, говорит так. Ты не можешь быть все время прилеплен ко мне. Живи настоящей жизнью. Я создал этот мир для того, чтобы ты кайфовал в нем. Тем более, что в этой прилепленности тоже проявляется я церара. Ведь есть же поговорка, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Да, смотри, понятно, что эти все парафразы. Да, да, конечно. Но это как бы в такой примитивной форме. Да, мы все про это знаем. Но, тем не менее, да, такая народная мудрость, да, она так говорит. Да. Но, тем не менее, вот эта вот идея. Знаешь, смотри, мы же не можем так вот отрезать прямо и сказать. Они все как бы дураки. Все их как бы не дураки, но все их понять. Они лживые и все. И тут как бы такая тонкая грань. Потому что в удаизме тоже есть как бы идея ограниченности, назир, который берет на себя как бы дополнительные обязательства, не стрижет. И все равно мы все помним как бы классические объяснения, что человек берет на себя обед, то в конце он приносит эту самую повинную жертву. Ашам. То есть как бы он считается, что он вообще что-то плохое совершил. Иначе, наоборот, надо было говорить, какой молодец, здорово, там, неделю не ел вообще, смотрите, истощал там вообще, он еле передвигается и все. Нет, он ашам приносит. Но при этом, при этом изун... Да, ну, прости, но при этом какой изун? А изун такой, что все, что выходит из уста человека, он должен исполнять. Я помню, Ханан Бара там потрясающе это объяснение, говорит, что оно непонятно. Человек, человек, человеческими устами, сказал какую-то чушь. Ну, как чушь? Сказал. Не буду есть я это. Дал какой-то обед. Почему в Торе напишет, что он исполняет? Я сегодня ерунду какую-то сказал. Но тем не менее, Тора говорит, нет. Если сказал, обязан исполнять. Но при этом, при этом, в конце пронесешь ашам. То есть ты знаешь, что вообще этого дела было правильно. Не надо этого делать. Ну, если уже сказал, то делай. Это все время как бы вот такая вот штука идет. Да. Ну, подожди, я уже... А, я просто хотел сказать, что, уж если честно, скорее всего, Раф пишет эту статью, чтобы показать различия вот как бы между мирами. Да. Мир религиозного человека и мир Хеллони. Вот. Даже не столько Хеллони. Ну, может быть, Хеллони. Ну, мне кажется, в основном все-таки обращается как бы к религиозным. Он обращается к людям и к религиозным для того, чтобы им говорить, ребята, ну, я по-простому, да. Живите, дышите полной грудью. Занимайтесь полностью этой самой жизнью. Все. Участвуйте как в семейной жизни. Участвуйте в строительстве государства. Это то, что требует от вас Всевышнего. Если вы будете думать, что вы будете сидеть в Ешире 24 часа, да, и вы тем самым будете выполнять свое предназначение, это неправильно. Так правильно? Потому что, по-моему, ты меня, конечно, извини, если я ухожу в сторону, тогда прерви меня, ладно? Окей. Вот. Но вот я часто слышу в разговорах, такой-то такой-то был религиозным, а потом снял кипу. Да. Выражение «снял кипу». Я про себя думаю, ну, что это значит? Этот человек что, решил, что Бога не существует? Наверное, нет. Нет. Он просто решил уйти из этой социальной группы в другую, которую он считает более нормальной. Да. Смотри, во-первых, нигде не написано, это немец с вами дурак, что он говорит в кипе, нигде не написано «поглавной убор». Это же известно, такая, типа, на уровне бдихи анекдота, да? Ты знаешь, какое доказательство, что Авраам Авен уходил с кипой? Знаешь, какое доказательство? Какое? Ну, как, очень просто. Говорят, ну, как же, вы можете себе представить, что такой богобоезненный человек, про отец Авраам Авен уходил без кипы? Ну, вот это такое доказательство, понимаешь? А Мейер говорит, что это подобно нижнему белью и неприлично в нем ходить. Без него или в нем ходить? В нем ходить. Что это относится, как это называется, верхняя одежда, нижняя одежда? Ну, может быть, да. Но, смотри, когда человек снимает, типа, вообще, как бы, смотри, этот процесс интересен тоже, скорее всего, какие-то нерелигиозные так назвали, хотя это тоже, они употребляют этот термин, да? Это очень интересно. Когда человек оставляет религию, как это называется? Хозер бешейла. Что значит хозер бешейла? Он возвращается к вопросу. А когда человек становится религиозным, называется хозер бешула. Ну, хозер бешула, как бы, большое понятие, да? Он возвращается, ну, можно сказать, с раскаянием или там, в общем, какая-то идея, что он, как бы, все-таки какое-то отступление назад делает. Лошуф — это вернуться. То есть он возвращается, как бы, ну, в истинную колыбель. А когда человек говорит... Это очень интересно. К какому вопросу? К какой шейле? Да, это вопрос. Это шейла, шейла об устройстве мира. То есть, грубо говоря, вопрос, есть Бог, либо нет Бога. Ну, так по-простому. Почему? Потому что доказать его не могут ни те, ни другие. Его можно взять как аксиому, как аксиому и как жизненную позицию. Она может быть, как бы, простой, помогающей. Человек живет в рамках, как всегда, удобно жить в некоторой рамке. Но в каком-то смысле человек, который снимает кипу. Мария, есть такие песни, вообще понятия, понятие хаим хуцмя кибуц. Человек живет в кибуце, да? В кибуце, особенно в кибуце, реально сейчас таких уже, по-видимому, нет. Ну, полный кайф, там, общая столовая, общая жрачка. Сегодня ты председатель кибуца. Тогда ты дояр, послезавтра ты сторож. Ну, такой мини-коммунизм, да? Полный кайф. Ни о чем думать не надо, в смысле, ни о чем заботиться не надо. У тебя все кайф, у тебя все... Тебе надо важно работать, тебе дают есть. Ну, как бы он настоящий коммунизм. Но, к сожалению, все это развалилось. В натуре все это развалилось. Последний скандал, ну, не последний, уже длится там 10 лет, наверное, что у них оказалось, что у этих самых, те, которые зарождали эти кибуцы, все, у них пенсионных отчислений просто нет. Вот и все. А у кибуцы нет денег, им это самый всякий скандал. Скоро говоря, это просто не работает. Но вот есть такое выражение, выйти из кибуца. А хаим зело кибуц. Выйти из кибуца, это очень тяжело. Человек выходит и смотрит, вау, а снаружи-то холодно. Есть такая песня. Вот выйти из кибуца, и потом говорится, кар шам бахуц, а снаружи-то холодно, потому что кибуца-то тепло, понимаешь? А когда человек снимает тепло, ну, в общем, в каком-то смысле, в каком-то смысле это тяжело. Почему? Потому что, с одной стороны, как бы, ну, может быть, ему соблюдать там, не знаю, легче молиться, не надо, то все, 5-10. В другой, когда человек живет вне рамки. Это тоже сложно. Мне всегда кажется, что быть нерелигиозным в каком-то смысле гораздо сложнее, чем быть человеком религиозным. Потому что кар шам бахуц, понимаешь? Ну, вот это вот объяснение, которое дает Раф, это, мне кажется, не для того, чтобы, знаешь, сказать, жучка, здорово, мы их обманули, как-то проверка в сумасшедшем доме, лавдель, да? А для того, чтобы показать, как бы, как он действительно видит иудаизм. И, по-видимому, все-таки, такой подход, это достаточно новый подход. В каком-то смысле, революционный подход. Это подход, когда евреи, еврей, израильтянин может жить нормальной, как бы, свободной жизнью, когда человек был в Галуке и все прочее. Ну, понятно, что в той тяжести, которая там была, и беспроцветность. Единственное, что я спасал, это, как бы, религия, хасидизм, и что-то, какая-то подпитка. Иначе, как бы, вообще конец света. Понимаешь? Окей? Ну, хорошо. У нас, ну, давайте, может быть, просто вот чуть-чуть еще, времени осталось немного. Чуть-чуть начнем вот здесь вот, да? Мне кажется, мне, во всяком случае, это, как бы, интересно. Хотя, опять же, я не скажу, что вещи, как бы, такие революционные, крутые, там, все. Например, Равкоку читать просто очень тяжело. Там такой иврит, что пока поймешь, врубишься. Нет. Здесь, как мне кажется, как мне кажется, да? Иврит вполне, вот, как бы, я читаю, перевожу, вполне, как бы, мне кажется, понятен. Но, тем не менее, вот, свойства Рава Шерки такие сложные вещи раскладывать и объяснять мне кажется, что это супер. Он делает это отлично. В каком-то смысле, он в качестве, если так можно сказать, популяризатора, мне кажется, он превосходно выполняет эту задачу. Действительно, объясняя и людям, которые находятся с той и с другой стороны, как бы, баррикад, то, что называется, по отношению к религии, он им объясняет, какой, как бы, какой подход иудаизма. Мне кажется, это чрезвычайно важно. Мне кажется, это чрезвычайно важно. Окей. Ну, хорошо, пойдем чуть-чуть дальше, может быть, прочитаем. Окей, немного времени у нас еще осталось. А мавак бэйна и царим, то есть борьба между и царим, между страстями, между вот этим ецартобу и ецарат. Агдарат ецарат, кеаватоламазэ, ина мухэкетамавакбо. Такое определение ецарара, да, как любовь к миру, к этому миру. Не, мухэкет, это стирать, не стирает или не аннулирует, ликвидирует борьбу с ним. То есть, одно, если мы признаем, что это аватолам, а с другой стороны, это не отрицает того, что надо бороться. Нафоху, наоборот. Амаваку, фэх, лэкаше, умисубах, ютер, наоборот. Эта борьба становится более тяжелой и более сложной. В фрактате Брахот сказано, Амар Раби Леви бар Хама, Абар Раби Шимон бар Лакиш, да, сказали, лэолам яргиз адам яцар тоф аль яцар ара, шэнэймар, ракзу вааль тэхату, им ницху мутав вимлав ясов битура. Шэнэймар, ну, хорошо, я бы сказал, хаманам она помогла более точно, переследить, я думаю, что смысл такой. Лэолам яргиз адам яцар тоф аль яцар ара, да, что вообще, наверное, правильно, чтобы человек не, яргиз это раздражает, наверное, чтобы он не противопоставлял, в смысле, чтобы не давал яцар ара победить яцар тоф, как сказано, ракзу вааль тэхату, как сказано, будут они сердиться, да, и не будут грешить. им ницху мутав, если победят, если победят, люди будут победять, да, ну, как бы к лучшему, а если нет, то, а, да, если победит, ну, хорошо, это замечательно, а если нет, пускай торы занимаются, как сказано, амру бэль вафхэм, скажут в их сердце, им ницху мутав, вэймлав, икра криятшма, если победит, хорошо, а если не победит, пускай читает криятшма, шэнэймар, альмеш кавхэм, им ницху мутав вэймлав и скор но йом амита, ну, как бы, все время, да, это, там уже часто как-то построены вообще, как возражение мудрецов, что они некоторые, такие, как афоризмы, или как некоторые притчи, и вот эти вот зачины все время повторяются, здесь тоже все время повторяется, да, вы видите, амру был вав хэм, да, как сказано, скажут в сердце своем, да, что в сердце своем, если победят, в смысле, в сердце, хорошо, а если нет, пускай говорит криятшма, дальше сказано, альмеш кавхэм, на ложе своем, или на постели своем, да, что это означает, это означает, опять, если победит, хорошо, а если нет, пускай вспомнят одни смерти, шэнэймар, в думу села и застынет замолчат. Ну, вот как бы подчеркивается с одной стороны наличие борьбы между этим и этим, а с другой стороны ну, вот как бы, какие способы-способы победы над ЕЦРАРА. Во-вторых, мне кажется, такой подход, он очень интересен, да? То есть, как бы, сложная программа получается. С одной стороны, нам объяснили, что без ЕЦРА невозможно нормальное сбалансированное существование человека. А с другой стороны, нам говорят, что ты с ним должен бороться. Это не очень понятно. По жизни человек... Да, Гриш. Мы все время оказываемся в такой ситуации. Нам говорят, допустим, вот так, скажем, пицца для тебя вредна, но это не значит, что ее нельзя совсем есть. Ты, так сказать, ешь, но с умом. И поди, догадайся, так сказать, определи, что значит с умом. Да, ну вот это, да, вот это вот, что означает с умом. Вот это вот хорошее, что означает с умом. Тут, как бы, не только с умом, потому что, зачастую, человеком так и мысленно, это тяжело, как бы, точно разобрать, сделать не тематическую формулировку. Да, но человек может сказать, к диетанину тоже называется, к диетологу, он ему напишет, вот там список, так, 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 так. Теперь такая штука. Ну, теоретически, как бы, можно. Но по большому счету, действительно трудно составить такой чек-лист и все. У человека должны быть какие-то внутренние силы для того, чтобы побеждать. Окей. Прочитаем дальше. А Талмуд дан бейтмудэдут имецрара. И мы видим, что вот Талмуд, он обсуждает, итмудэдут, это такое сильное слово, я не знаю, как по-русски сказать это в одно слово. Лейтмудэд, это означает принимать вызов в борьбе с яцрара. Вот лейтмудэд, лейтмудэд, это слово, которое очень часто говорите, я не знаю точно, как перевести одним словом по-русски. Лейтмудэд, это когда у человека есть какая-то задача, и он хочет ее осуществить, и для этого, для этого он должен как бы себя противопоставить. Вот я сейчас нахожусь вот на этой точке, а должен быть вот на этой точке. Это называется лейтмудэд. Лейтмудэд, он начинает вот так вот карабкаться, 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 и вот достигает этого, да, человек, и у него ожирение. Он должен с этим лейтмудэд. Как лейтмудэд? Он должен начать лирзот, худеть, да, ну и любая как бы другая вещь. Должен лейтмудэд. Например, зачастую, зачастую, когда так, ну не шоковая терапия, но такая жесткая терапия, приходит человек и говорит, у меня такая проблема, такая проблема, такая проблема. Ему психолог говорит, лейтмудэд имзэд. Ты должен сам, сам с этим справиться. Да, вот справиться, может быть, даже справиться, кстати. Справиться, вот это может быть близкое слово, да. Вот Алмуд объясняет нам, как справиться с то есть нам тут описывается, да, мавак, борьба, мавак, апашут, вы отмедишли адам, эль мульт вьет, амуфразот шивут. То есть, ну тут написано, лулам, яргис адам, ецертов, аль ецерара. То есть, это такое очень, ну как бы обобщенное выражение, которое из комментариев не понять, но комментарий Рава Шерки, он такой, что нам тут описывается простая, простая в смысле, что она все время и вечная борьба человека с завышенными требованиями ецера. То есть, ецер все время провоцирует человека на какую-то фразу, на преувеличение. Ребята, человек для того, чтобы жить, человек должен есть. И для этого у него есть ецерара, который в качестве некоторого сенсора, который у всех у нас. Проходит какое-то количество времени, мы хотим есть. Все. Для того, чтобы есть, надо пойти к холодильнику. Потому что в холодильнике была еда, надо работать. Ну и начинается как бы вся эта штука. Да? Но хорошо было, чтобы этот сенсор, он как бы отсчитанно работал. То есть, раз поел, все, и он останавливается. Но проблема заключается в том, что он человеком все время побуждает еще, 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 еще. Человек понравится сладкое, он там будет есть торт Наполеон, без этого, я не знаю, допомните сами. Без этого. То есть, нет такой штуки, которая запрограммирована, как если бы человек был запрограммирован. У него была такая штука, которая только останавливалась, ел, сколько часов недостаточно, останавливалась. А этого нет. Поэтому, то, что на роде называется, вот наживаться, люди наживаются. Я знаю, что, например, им это вредно. Тем не менее, остановиться не могут. Итак, так вот это вот постоянная борьба с человеком, с, вот это вот хорошо-хорошо написано, твиотму фразошеля есэр. То есть, все время преувеличенные, преувеличенные требования этого есэра. В том числе, извини, в том числе с перфекционизмом, с тем, чтобы не слишком далеко уходить в своем есэртов. Да. Да. И дальше Раф разбирает, но при этом интересно. Он пишет, у лам им шеха дворим. Но в продолжении написано, им не цху, вы им лав. Если победят, да, а если нет, он говорит, он пишет, иному ван. Мне тоже это было непонятно. Ведь поведение человека зависит полностью от его желания. Если человек примет решение полностью подавить есэрара. Мадуша и хашель. Почему же он как бы потерпит поражение? Элэйтахэн ше адам и хашель Микки Иван шеу лояцлех леавхин бен есэр бен тофлэра. О! Элэйтахэн, а возможно почему, как человек потерпит поражение, Микки Иван из-за того, шу лояцлех леавхин, потому что он не сможет различить между бен тофлэра. Вот это интересно. Не сможет различить между злым и добрым. То есть это сложнее, чем я сказал. Я сказал, просто сенсор стоит, который человек должен как бы, он ему пытается этого сенсора заткнуть, не слушать его. А тут Рав вообще по-другому говорит. Какая более сложная ситуация. То есть человек, который жрет много, он понимает, что это ему как бы опасно. А то есть его есэрар ведет в плохую сторону. А Рав то и говорит вообще более круто вслед за мудрецами. Человек не сможет отличить, где хорошее, а где плохое. То есть, например, сейчас я скажу некоторую вещь. Человек сидит в Еши и два-четыре часа от сутки учится. А это хорошо или плохо? Не факт, что это хорошо. И точно даже что-то другое, например. Почему? Потому что он считает, что это тоф. А на самом деле это не тоф. Не может вот это интересно, да? Дальше. У него есть желание делать как бы добро. Но он не способен определить, как бы провести границу между хорошим и плохим. Поэтому ему следует, ему следует перейти ко второй стадии, ко второй стадии процесса. Какое? Ясок бы Тора. Для этого нужно заниматься Торой. И дальше, но я бы отвергал по мнению мудрецов, посредством учения Торы, человек в точности поймет, где граница, точная граница между тоф, лара, между добрым и злом. И он сможет бороться с Есерара, исходя из правильной идентификации. То есть, человек настроится, грубо говоря, на правильную волну. И тогда он поймет, в чем различие между Есертов и Есера. Вот до конца этого параграфа прочитаем. Авал, аз, алула, лейтмудет, бая, мукаютер. Опять же, мы говорили, да? Аул, это всегда отрицательно. Авал, аз, алула, лейтурер, бая, амукаютер. Он тогда сможет как бы проснуться, появиться более глубокая проблема. Из-за которой, вот из-за этой проблемы, да? Как сказано, лоницху не выиграли. Кашера, адам, митвадар, митсютара. Когда человек становится, осознает, вот митвадет осознает, слово он осознает или понимает, ему открывается та недобрая, плохая ситуация, в которой он находится. Ум адхил лаакир бэ легитим, он начинает признавать легитимность зла. прочитаем еще одну фразу. Алло, гамара ухелек меула мошеля кадашбару. Я от себя добавляю, он может подумать. Ведь и зло является частью как бы мира Всевышнего. уминай надздакал и лахэм бо вэлэахне хелек эхат меабрия алидэ хелек ахэ. И откуда же как бы может произойти, откуда происходит оправдание тому, чтобы бороться с ним, то есть вот этим со злым началом, да, вэлэахне и для того, чтобы победить, заставить его капитулировать часть, одну часть творения на другой части. Вот это вот мне кажется как бы глубокая мысль, правильно, но как бы еще больше закручивается. Человек, в принципе, как бы может свихнуться. Почему? Потому что он чувствует, что он не может победить Ецарара. И тогда, тогда он может начать его оправдывать. В качестве оправдания может сказать, что Ецарара тоже сотворен Всевышним. Кто сказал, что я должен как бы взять и ликвидировать его, победить его с помощью Ецаратова. Кто сказал, что Ецаратова лучше, чем Ецарара. И те, и другие сотворены Всевышним. Вот такая непростая схема. Окей? Спасибо. Да, ну, по-моему, как бы очень такая интересная тема, завораживающая. 24-я страница. Сейчас, если я помечу, в следующий раз как бы с этого начать. Мне кажется, очень интересно. Во всяком случае, я поставлю запись в Телеграме. Пожалуйста, если будет желание, можно будет дальнейшим обсудить. Во всяком случае, как бы как пища для размышлений, некоторое обдумывание и все. Мне кажется, это вполне как бы интересный материал. Окей? Времени уже нет, а то хотел одну. Можно я быстренько? Да, конечно, нет проблем. Помните все история доктора Джекила и Мистер Хайд. Мистер Хайд. Заканчивается это все-таки тем, что он все чаще и чаще засыпает Джекилом, а просыпается Хайдом. Вот. Еще раз скажи. Заканчивается ведь эта история тем, что он ложится спать доктором Джекилом. А, просыпается, да. А просыпается Хайдом. Да, да, да. Получается, что это начало в человеке сильнее само по себе. Да, сто процентов. Мы это, как раз вот эта вот история доктор Джекил и мистер Хайд, как раз это в истории с Билли Амом, вот Ханан Парад, он проводит стопроцентно как раз эту линию между ними, это линию как бы переоплощения, переворота. Человек изнутри как бы перерождается и все это. Да, ну, в каком-то смысле Равширки про это говорит. Единственное, что как бы, я бы не сказал, что это, не хотел бы, говорить, что это звучит как по штани, как что-то очень такое простое, на то, что говорят, занимайся Торой, все будет понятно. Но это не в том смысле, что просто открой книгу и найдешь там ответ. Правильно? Потому что мы тоже свидетели того, что как бы разные люди изучают одну и ту же с Торой, да, и приходят и к разным выводам, и к разным жизненным позициям, и разным комментариям. Я же не говорю 70 ликов, все прочее. То есть, начиная с 70 ликов и кончая вообще различные просто жизненные позиции, она это не принимает государство, она не принимает государство Израиль, сионизм хорошо, сионизм плохо, ну и как бы так дальше, понимаешь? То есть, сказать, просто раскрой книгу и там ты все найдешь. Наверное, как бы Ласок Бе Тора, это в смысле, мне кажется, что это, ну скажем, вот заниматься теми вещами, которыми мы занимались сегодня, вот как бы на эту тему. Что человек вообще не будет задумываться, он как бы кончен. То есть, он обязан задумываться, он обязан искать как бы так дальше. Ну, наверное, как-то так. Народ, кто-то хочет что-то сказать? Ну, хорошо. Будем надеяться. Да, Лен. Да. Спасибо, Наря. Да, нет проблем. Замечательно. Ну, тогда как бы здорово, что все как бы присутствовали. Приглашаем сейчас в следующий раз. У нас буквально через пять минут начнется наша ежедневность. Сегодня уже последний раз на этой неделе занятие экспресс-новостным эвритм. Мы читаем Вайнер. Окей. Всем счастливо и пока. Пока.